Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Потихонечку уже начинается сбор у меня томатов, но гномики не все, но тоже уже начинают потихонечку спеть. И пока, грубо говоря, на них пока все томаты еще присутствуют, еще не собран урожай, хочу показать тех гномиков, которые на данный момент присутствуют у меня. Гном Розелла Пурпурная. Только-только начинают зреть у него первые плоды. Вот, довольно-таки прилично завязал он. Плоды не очень крупные, но плодов довольно-таки много на нем. Вот еще с другой стороны и сзади, вот посмотрите, завязал. Там вот у него уже один помидорчик начинает спеть. Вот, в теплице я его сажала в том году, он у меня вырос под метр восемьдесят, все позаградил. Очень здоровый куст, разляпистый. Сказала, больше в теплицу я сажать его не буду. Вот. А в открытом грунте он получился всего сантиметров шестьдесят. Очень компактный маленький кустик. Вот такой гном Розелла Пурпурная. Гном Кайтедит. Высокорослый гном. Высоту он уже здесь у меня на улице достиг примерно, наверное, метр тридцать, метр сорок. Довольно крупные плоды. На нем еще зрелых плодов я с него не снимала. Завязал сравнительно неплохо. Не очень он внешне похож на гнома. Вот. Довольно-таки высокорослый томатик. В принципе, этим гномиком я довольна. Хотелось бы от него плодов чуть-чуть покрупнее. Но какие есть, такие будем кушать. Вот такой гном Кайтедит. Гном Брэд Гейс Желтый. Ну, крупные на нем плоды. Буквально вот раз, два, три. И все. И больше на нем плодов нет, к сожалению. Это вот единственный гномик, который меня разочаровал с таким количеством плодов. То есть плодов на нем совсем-совсем нет фактически. Ну что это, три плодика. Два более-менее нормальных. А один совсем никакой по размеру. Куст примерно в высоту метр двадцать, метр тридцать. Ну, немощный. В отличие от других гномов, куст немощный. Гном Тасманский Шоколад. У него тут все уже. Остались две вот такие мелкие помидорки. Можно уже куст выдергивать. Был усыпан помидорами. Фото я приложу. Один из первых начал зреть этот гномик. Самый первый вообще в открытом грунте из томатов, которые начали зреть. Это был гном Тасманский Шоколад. Ну, увы, раньше всех начал зреть. И раньше всех он уже закончил свое плодоношение. Так, следующий гном Пурпурное Сердце. Великолепно завязал. Но плоды еще зеленые. Очень на нем много плодов. Очень я довольна этим сортом. Плоды довольно-таки крупные. Посмотрите, каких красавчиков он там навязал. Правда, зараза, все зеленое. Еще никак толком, только-только начинают они спеть. Еще сзади, посмотрите, у него сколько плодов. Плодов завязал очень много. Кстати, этим я гномиком довольна. Но, к сожалению, все пока еще зеленое. Только-только вот первый плод начинает там буреть. Посмотрите, какая там красота. Гном Пурпурное Сердце. Высоту примерно кустик, ну, может быть, сантиметров 60. Довольно-таки мощный куст, рассляпистый. Вот. Но и урожайность у него довольно-таки приличная. Еще один гном. Укус змеи. Кустик примерно тоже сантиметров 60. Завязал он довольно-таки неплохо. Уже плоды у него начали краснеть. Уже два помидорчика красненьких. Вот тут у него еще дальше помидорчики есть. Вот он, красавчик. Завязал он сравнительно неплохо. Этот кустик тут еще сзади у него помидорки там висят. Вот сегодня я у него два этих красных помидорчика срежу. Гном укус змеи. Вот такой вот красавчик. Красноплотными томатами. Мощный кустик, как и все гномы. Гном укус змеи. Гном под названием Новый Большой Гном. Завязал довольно-таки неплохо этот гномик. Сажал я его тоже первый раз. Вот у него вверху, посмотрите, сколько у него томатиков. Ну, листики у нас погода плохая. Листики начинают, конечно, портиться. Вот, к сожалению. Вот, посмотрите, еще внизу он завязал томатики. Сейчас я вам покажу. Вон они у него висят. Тут серединки у него томатики завязаны. Не знаю, смогу я вам показать. Вон там у него томатики. Сейчас покажу, попробую. Вон они висят. Но пока, к сожалению, он еще на стадии только налива. Еще не думает у нас краснеть этот томатик. К сожалению. Вот такой новый большой гном. Шикарный гном. Это гибрид, смесь двух сортов. Пит, виппер и долговязая сали. Взял он цвет от своей мамы. Будет такой же оранжево-красный. Полосочку. Он уже видно, что он такой полосатенький. Очень крупные у него плоды. И довольно-таки очень много на нем плодов. Вот этот гномик из всех гномов, то, что у меня сейчас присутствует, он мне нравится больше всех. Вот тут у него еще тоже один крупный плод. Это вот только вверху он начинает завязывать. Не знаю, успеет он что-то еще завязать или нет. Погода у нас просто ужасная. Каждый день очень холодно. Там томаты начинают, листочки портятся у нас. Приходится обрабатывать почаще, чтобы не потерять урожай. Вот такой красавчик гном. Смесь Пит-Виппер и долговязое с сали.